Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это вообще профессионализм в нашем деле Это бескомпромиссное движение от замысла к воплощению Бескомпромиссное Когда вот то, что ты задумал, мультипликатор выполнил Ты видишь на экране, в любом случае, рисованное это или объемное И когда это все существует уже вне тебя, это счастье невыразимое. Что такое профессия мультипликатора? Мультипликатор должен иметь свинцовую задницу. Имею в виду терпение. Терпение и усидчивость. Все дело заключается в покадровой съемке. И от этого весь ход событий. Это эмоции, растянутые во времени. Это расчет. Это покадровая съемка, когда ты понимаешь секундомером, когда играешь сцену, когда пишешь режиссерский сценарий, ты просчитываешь каждый кадр. И мультипликатор, он эту эмоцию растягивает на 2-3 дня съемок. Иногда 4. Он должен держать в себе пружину всей этой сцены. С тем, чтобы потом, по выходе этой сцены, она была эмоциональна. Ну вот я увлекся этой игрой на долгие годы. Все ясно. Здесь все ясно. Мне все ясно. Начнем репетировать. Прошу всех на сцену. Всех на сцену, чтобы никого не звать. За нами сразу давайте. Кукушечка маленькая моя, ты на месте? На месте. Ну и хорошо, она всегда на месте. Начали. Ку-ку. Что такое был Союзмульфильм? Союзмульфильм, он был тогда, когда я пришел, он был в рассвете. Ходили по коридорам классики. Ходил абсолютно парадоксальный Борис Петрович Дежкин. Потрясающий мультипликатор. Единственный из мультипликаторов, кого хотел заполучить Уолл Дисней из России. Был там Полковников, Снежка Блотская, Сестры Брунберг. Иван Петрович Иванов Ванов, Филсович Хитрук, Лев Константинович Атаманов. Это я навскидку говорю о тех классиках, кого я застал. Ну а там были художники. И Мильчин, который работал, конька-горбунка делался, Иван Петрович Иванов Ванов. Потрясающий художник. Они все были с определенными странностями. Мильчин жил одинокой жизнью. Был так неухожен. И приходил на студию, уже никто не ходил, он ходил в калошах. Он приходил в калошах и грязные калоши оставлял в прихожей. Однажды ему калоши помыли. Он их не узнал и ушел без калоши. Какая-то в этом есть натяжка. То есть там розыгрыши шли потрясающие. Потому что в скучной атмосфере делать то, что делали мультипликаторы, режиссеры, это невозможно. Это невозможно. Это должно быть все время чувство озорства и игры. Оно не оставляло. Когда она оставляла, режиссер или мультипликатор, это все, это конец профессии. Потому что желание пошутить, желание разыграть, а розыгрыш продолжался не только на бумаге. Он продолжался и в жизни. Мы разыгрывали. Ну, такое было состояние души. И с моим другом Володей Меньшовым. Мы должны были встречаться у белорусского метро, чтобы пойти в Дом кино, в ресторан. Вот поужиньте. И мы просто так встретиться не могли. Значит, мы придумали такую историю. Это было время, когда владела душами Валентина Леонтьева. И это была передача от всей души, где она выходила, и она рассказывала историю какого-то человека, который был в лагере или был сожжен в танке, и явно, что уже живым его видеть никто не мог. И вдруг она говорила, Иван Кузьмич, входите. И входил этот вроде бы оживший мертвец. И зритель плакал. Это была передача от всей души. И на волне этой передачи мы встречаемся с Володей. Не просто встречаемся. Мы идем возле остановки, навстречу друг другу. И он говорит, Барби, я говорю, Меньшов, я говорю, точно. Гарик, я говорю, Володя, точно. Возле нас уже любители Валентины Леонтьевой собираются погуще. И они видят, как бы вот встретились два одиночных. И дальше происходит встреча. Он говорит, жена, Маша. Я говорю, жена, Вера. Я говорю, точно. Он говорит, сын Паша. Я поднимаю его руку. За эти годы. Я говорю, Паша. Я говорю, дочь Юля. Он говорит, точно. И дальше нужно бросаться друг к другу в объятия. Но последний был арест. Я говорю, первый белорусский. А народ уже сплотился вокруг нас. И с него на меня, с него на меня. Сошлось? Нет. Первый белорусский. Он говорит, второй украинский. Мы плевали тут. И расходили. Также на нас плевали. Те, которые стояли на остановке. Потому что они были свидетелями того, что не произошло. Вот такие розыгрыши. Случайно получилось, что я стал делать фильм «Летучий корабль». Дело в том, что директор киностудии сказал, что по своим сценариям и дурак снимет. А вы вот снимите по-чужому. И дал мне сценарий Семукова «Летучий корабль» по мотивам русской народной сказки. Да я почитал. Сценарий никакой. Я вернул сценарий со словами благодарности. Говорю, не мое. Он сказал, подумайте, вам со мной работать. Не то, что я испугался. Я взял, потом почитаю еще. Почитал. И у меня пришла такая мысль. А почему мне сделать мюзикл из всего этого? Мюзикл. И тогда уже пошло. Вот это в обловоображение заворочилось. Я придумал водяного. Общежитие бабок-ежек. Не одно, а целых тринадцать. Чтобы их было. И тогда пошло, покатилось. Я пришел к директору. Я говорю, я сделал из этого мюзикла. Я перелопачиваю весь сценарий. Он сказал, да ради бога. За него заплачено. Я вам ни копейки не заплачу. Я уже остановиться не мог. Только скажите об этом автору. Я пришел познакомиться с автором. Пришел к нему домой. Пожилой драматург советской. В Акваске. Он писал пьесы для театра. И вот сподобился на сценарий. Я говорю, вы знаете, я решил вот вещи. Такие, такие, такие персонажи. Как вы смотрите на это? Он говорит, да вносите что угодно. Я вас все равно в титры не поставлю. Я вышел от него. Думаю, ну что же делать-то? Здесь в титры не поставят. Там ни копейки не заплатят. Но уже остановиться не могу. Я уже забеременел этим фильмом. И более того, по дороге от него я придумал абсолютно... Абсолютно вот мне явилась эта мечта, музыкальная мечта, что каждый мечтает о своем. Но в итоге припев «Ах, если бы сбылась моя мечта». «Ах, если бы сбылась моя мечта», «Какая жизнь настала бы тогда». И пошли нанизываться номера. Номера на музыку, которой не было. А музыку, я понял, что будет писать Максим Дунаевский. Я его еще не знал. Я не был даже с ним знаком. Мы познакомились, подружились. И дальше в этой компании мы, Энтин, Максим Дунаевский и я, мы стали фантазировать. И было очень легко и комфортно. Раз-два, раз-два, раз-два. Вначале мы писали музыку с ансамблем фестиваля, которым руководил Дунаевский. Он легкомысленно мне сказал, что мы за три дня запишем в городе Полтава. Это родной город его отца, Исаака Дунаевского. Он оттуда. Мы приехали в Полтаву, а там базировался этот ансамбль фестиваля. За три дня мы не записали. Более того, что делать дальше, я не знал. У меня командировка на три дня. Как связаться с Москвой, как объясниться с директором киностудии, что я задерживаюсь. А там до шести часов вечера Москву не давали. Но благо, что у меня был такой персонаж, персональный пенсионер, союзного значения. Акинфе Сергея Васильевича, у него была фамилия. Я этим персонажем доставал что угодно. Ну, такси, не продукты. Я мог решить многие проблемы. Я звоню и говорю, «Барышня, мне нужна Москва». Она говорит, мы Москву не даем. Он говорит, как ты не даешь? Я назвал, кто она такая. С матом все нормально. Она съела. Это, я говорю, персональный пенсионер, союзного значения. Я пишу мемуары. Я дошел до 6 июля 1818 года и не помню ни хрена, что было дальше. Мне нужно позвонить в Кремль. Она дает мне Москву. Я звоню директору киностудии, рассказываю, что и как. Потом она с меня не берет денег, как персональный пенсионер. И мы едем после этого с Максимом в Днепропетровск. Почему в Днепропетровск, я не знаю. Ну, такое вот было азартное время. Разлили малины. Мы поехали со всем ансамблем. Денег было мало. Где остановиться, нам хватило на один номер. Мы спали в повалку, как цыгане. С нами был еще Дима Тавмян, дирижер. И мы все там в одном номере. Дежурная по этажу говорит, послушайте, записан номер на одного, а вас там много. Это что? Я говорю, позвольте представиться. Майор КГБ Бардин, капитан Дунаевский и старший лейтенант Атавмян. у нас спецзадание. Она говорит, поняла в случае чего я тут. Ну, была старая стукачка, проверенное время. И мы жили вот абсолютно вот никто нас не трогал. Работали с удовольствием, придумывалось легко. И когда я сейчас внукам смотрю, я думаю, как это глухое застойное время такой вольный материал. Он свободный внутри. Мультфильм внутри свободный. И там я горжусь одной фразой, которую придумал, когда царь спрашивает, ну, сначала Забава говорит, я выйду замуж только за того, кто построит летучий корабль. И вот как бы я оказался пророком. Когда царь спрашивает полкана, построишь? Тот говорит, куплю. И в этом как бы сегодняшний день, к сожалению, когда сказка стала былью. Очень хорошо. Зарядите ружье и все сначала. Все сначала. Заново все. Потом был пип-паф на телевидении я делал с Виталиком Песковым, карикатуристом. Из этого фильма там пять сюжетов, пародия на театр, наиболее удачная пародия на оперу. Тоже с Максимом Туновевским. Раз, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, раз, три, пять. Потом была цыганская притча, была цыганская притча, прежде мы были птицами. И там мне повезло общением с Николаем Михайловичем Жемчужным, с Колей Эрденко, который пел и играл на скрипке. Он делал музыкальное скрипичное наложение на гитару Николая Михайловича Жемчужного. А Жемчужный классик цыганской музыки, который написал музыку, написал очень хорошо. И я горжусь тем, что цыгане меня возвели в ранг почетного цыгана России. И вот после этого у меня сподобилось придумать сюжет, который перевернул мою жизнь. Я понимал, что я хочу сделать антимилитаристский фильм. Одно дело понимать, а другое дело придумать. ничего в голову такое путание не приходило. И однажды мне приснился сон. Я придумал фильм «Конфликт» на спичках. Он требовал объемного воплощения. То есть рисованные спички это не давало бы такого результата, как натуральная деревянная спичка. во-первых, это был символ, это был знак, знак человеческой жизни. Человеческая жизнь, хрупкая, сгорающая. Она, вот, спичка была выразителем этого. Как не поделили коробку спичек, спички с зелеными и синими головами. Я понял, что я никому не доверил. Я сам должен снять этот фильм. И опять я пошел на такую авантюру, не зная технологии, ничего. Я пошел за свои идеи на кукольное объединение. Оно было на Арбате. Там одна церковь, там другая. Спасо-Песковский переулок, там сейчас церковь. И вот в эту церковь я и пришел за свои идеи. Это, конечно, была авантюра, потому что как снимать, я постигал постепенно. постепенно. Но мне так понравилось, так понравился сам процесс съемки. Причем это при моей нелюбви кукольной мультипликации. И я думал, ну, один фильм я сниму и вернусь. Я снял конфликт, и мне понравилось. И я поневоле уже стал фантазировать в трехмерном изображении. И я попробовал тяп-ляп-малеры. Это была такая для меня лаборатория пластилина. Хотя там был смысл. Сначала этот сценарий не принимался, потому что считали, что это поклеп на рабочий класс. Главный редактор Русскина сказал, что через его труп. Но, слава богу, остался жив. И фильм я снял. после чего я решил это, как говорит Горбачев, углубить. И я придумал брэк ласелинового боксера. Более сложное композиционное, по количеству персонажей, более сложное. и это была музыка. Это была пантомима, музыка. И я поставил задачу перед мультипликаторами другое, более движение раскованное. И вот сняли брэк. Это был 85-й год. Потом я стал замечать, что я уже свои годы жизни я их считаю не по годам, а по фильмам. 84-й Тяп-ляп маляры, 85-й брэк, 86-й это был банкет, застолье без персонажей, который вот такая рехая идея снять настоящее застолье, чтобы предметы выражали характеры персонажей. Попрошу всех наполнить бокалами. Довольно сложная задача, нужно было хорошее озвучание выразительно, и уж собрал я таких звезд. Там и Жора Бурков, и Марина Неелова, и Катя Васильева, и Слава Невинный, и Борис Новиков, и Армен Жигарханян. Ать! Надо посыпать солью. Да, 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 вот держите. Ать! Ать! дубль пишет. Надо бросить соль через левое Не идет, не идет, не смотря на то, что звезды вроде-то. И тогда я понял, что я вовремя перестроился. Они мне дали всего 2 часа 20 минут на озвучание. Время поджимало, и надо было что-то придумать. И я понял, что надо писать не по дублям, а по рюмкам. И я им давал задание. Вот вы с мороза приходите, а тут нетронутая закуска, запотевшая графин или бутылка с водкой. И вот с мороза налить эту рюмку, выпить, и говорить особо не хочется. Так перебрасываться репликами, а в основном это все еда, закуска, и потом осознанная. Вторая рюмка, говорю я, и вторую пишу. Между первой и второй перерывщик небольшой. И так по рюмкам мы записали весь диалог. Василий Петрович. После чего, после чего я снял две подряд, такого не было. Ни разу в год две картины. Обычно в год одна картина. А тут я придумал брак на веревочках, история любви и семьи, неудачный, но брак. Муторь. Муторь, муторь. Я мучу. Тушлак, процедник. Ну, процедник. И осталась проволока, наполнитель этих веревок, отожженный алюминий немецкий. И мой директор, Гриша Хмара, он сказал, слушай, бухта осталась, хорошей проволоки, возьми домой, у нас сопрут. Я взял, и на антресорик у меня лежал моток этой проволоки. Я ходил, облизывался. И иногда идешь от материала, иногда от идеи. А тут я шел от материала. Я благодарен Грише Хмаре, потому что благодаря ему, во-первых, снял, а потом за этот фильм я получил золотую пальму ветканского фестиваля. Так что моток проволоки сработал. После этого я придумал Серый Волк и Красная Шапочка. Это был последний фильм, который я снял на Союзмульфильме. А произошло это случайно, потому что хотели американские партнеры со мной снять какое-то пластелиновое кино. Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Они сказали, вы можете делать гладкий пластилин? Мы, американцы, любим гладкий пластилин. Я им сказал, вы будете любить то, что я сделаю. Я говорю, гладкий я не делаю. Потому что мне как раз важно было и в Бреке, и в Тяп-ляп-маляры, чтобы даже оставались пальцы мультипликатора. Он лепил под камерой. Он был и актер, и скульптор. И мне важно было, чтобы это несло печать живой человеческой руки. И я понял, надо делать для своих, для родных. И вот я для наших советских зрителей сделал серый волк и красная шапочка. «Я без мамочки и без папочки» Фильм получил много призов. И больше всего, что меня порадовало, мультипликатор, который еще работал с Уолтом Диснеем, он мне сделал потрясающий комплимент. Он сказал, фильм снят одной рукой. Это для меня был высокий комплимент, потому что у меня работало три мультипликатора. Я сам не мультипликатор. То есть я их организовал так, что они одной командой сняли этот фильм. И это была для меня высокая похвала. После чего я ушел со студии. И организовал, ну, не сразу, свою студию, ту, где мы сейчас находимся. от моей нелюбви к кукольной мультипликации я придумывал различные формы, чтобы уйти от привычной кукольной мультипликации. От этого возникали пластилин, веревки, спички, проволока. Вот от этого. От нелюбви. Говорят, от ненависти до любви один шаг. Вот у меня и произошло. Именно это. Время мультипликации Субтитры создавал DimaTorzok